Доброе утро, мои дорогие! Хорошее утро-то, чё говорить-то? Посмотрим, что дальше будет. Он виноград у меня как-то пошёл. А мы вчера с Костей разговаривали. Слушайте, в одиннадцатом часу. Ну, в смысле, уж ночью практически. Сидят себе на терраске. Чаёк попивают. И я себя поймала сегодня уже на такой мысли. Девять лет, да, почти, корму? Ну, в августе будет девять лет. Чё тут осталось-то? Два месяца. Вот. И сколько я езжу в Мурманск... А летом-то я ни разу не ездила. В разное время я бываю, но... Вот, в полярный день ни разу. Так что, мои рыбоньки, птички и зайчики. Бог даст, будет всё хорошо. Доеду, и я вам, наконец-то, покажу полярный день. А то полярную ночь показывала сколько раз. А полярный день ни разу. Потому что, да, я приезжала в том году, в сентябре. То есть, когда полярный день закончился. Так что, мои дорогие... Мне и самой странно. А в моей комнате ещё и шторта нет. Надо сказать, Костя. Как я спать-то буду? Отвыкшая. Так что, мои дорогие, ждут нас новые приключения. Так, а я вышла. Кошку надо покормить. А то сейчас же прибежит, будет орать, всю душу вынет. Я говорю, Костя, говорю, что, в куртке же мне ехать надо, наверное. А он говорит, а у вас сколько градусов? Я говорю, 18. А он говорит, а у нас 16. А это за полярным-то кругом. Да, ребята, это я вам рассказываю. Сидят головой и кивают на проводах. Да, интересно. Интересненько. Надо мне взять какую-то куртку. У меня курток куча. А хожу в одних и тех же. Ну, в общем, ходишь в том, в чем тебе удобно. Правда ведь? Оно же подсознательно вот это... И так и ходишь, что удобно, что нравится. Так, что за рыдание? Ты чё? Чего? Ты пришла, доложила, что ты поела? А? Поговорить охота? Покормила. Это она пришла вот мне, доложила с чего-то. Господи, какая же кошка болтливая. Это ужас. Это ужас. Так вот, надо взять какую-то куртку и, наверное, оставить там. Мотаюсь туда-сюда. Так что еду в Мурманск на лето. Ну, конечно, я бы хотела в Питере. Но с этим таунхаузом, который надо теперь ремонтировать, доводить до ума, где денег-то набраться? Не воруем, не печатаем. Зарабатываем. Зарабатывается тяжело. И в Питере снимать квартиру не потянуть. Ещё будем в Мурманске. Так, ладно. Эту подругу покормил. Сидит, смотрит на меня. Ну, не люблю я животных, которые постоянно орут. Не нравятся они мне. Так, ладно, а то я это... Надо пойти кофейку попить. Проснуться как следует. Ладно, включаем новый день, мои хорошие. Доброе утро, Дубушка. Вот весна тоже у нас пришла в конце концов. А я, как всегда, утром выхожу на свою прогулку. Солнце, птички поют. Какая красота! Всё-таки весна. Ранее утро всё ещё собирается, кто в школу, кто на работу. Всё. Всё. Так, ну а я день начала вот с такого украшения, практически классического. Вот такая подвеска с жар-птицей, такая строгая. И вот такой там, видите? Вот. Поэтому я подобрала бусины керамические. Они, видите, какие-то? Они серо-чёрные. Ну, то есть, вот как-то, чтобы вот это всё объединилось. А потом серые вот у меня бусинки есть, поменьше. И сделала я вот такой чокер. Сейчас ещё. Сейчас. Одну бусинку сделаю. Замочек поставлю и будет готов. Ой, такие мелкие. Проблема, девчонки, для меня уже вот такую мелочь делать. Я с ним ковыряюсь, уже сижу. Давно. Думала быстро, думаю, ну что тут собирать сейчас? Угу. А нет. Вот. Так что, в общем, получается такой чокер практически классический. Так, сейчас я с меряю. Сейчас я с меряю. Вот. У меня тут на столе зарубки. По сантиметрам. Чтобы каждый раз не искать сантиметр или линейку. У меня прям зарубки. Ну, а что сделаешь, если это для меня гораздо важнее? Да и стол-то этот я сама делала. И даже если я буду отсюда уезжать, вряд ли я его буду забирать. Хотя я его очень люблю. Он же у меня на станине от машинки «Зингер». Не знаю. Даже улье. До того, чтобы переехать. Как это всё будет? Куда? Если в Петергоф Костин Таунхаус, то, конечно, там будет вся мебель, которую они купят. Костя у меня не любит хендмейды. Честно говоря, я не хочу. Мне хочется, пока я при своих мозгах и при своих силах хочется, конечно, своё что-то. Ну, а своё когда теперь продастся и вообще продастся ли тут что-то? Вот так вот, видите, сложилось. Имея два дома в Крыму мотаюсь по чужим домам. Ну, а чё, кто-то скажет, это дом сына, какой же это чужой дом? Ну, это же не мой дом. И всё там, конечно, красиво. Как я всё время смеюсь, дорого-богато. Но это не моё. Вот так вот. Небольшой совсем. 45 где-то сантиметров. Да, 45. Так что, если кто-то будет заказывать, померите сначала свою шею. Да. На мне застёгивается, но прям вот только-только. Сейчас я вам покажу. Вот так вот. Мне прям вот так. Ну, у меня и шея не лебяжья, поэтому такое строгое украшение. Я думаю, что, несмотря на то, что здесь подвеска, это нормально. На дресс-код подходит даже на работу. Почему нет? Так, остались у меня ещё вот такие бусинки. Если надо, могу сделать браслет. Могу сделать серьги, но уж тут никакого разнообразия это не будет. но хотя можно добавить что-то ещё. Можно сделать длинненькие. Ну, короткие тут совсем даже неинтересно делать. Так что, если кому понравится, пишите. Так, а сейчас я буду делать вот эти серьги из лабрадорита. Из лабрадорита. Это мой любимый камень. Сейчас я вам... Ну, вот видите. Что-то сунулось, а весь лабрадорит я переделала. Ну, я давно его не покупала. Давно. Вот надо мне заказать, что ли, на Алиэкспрессе лабрадорит. сделать украшение. Вот. Вот судьба эта, Серёг, такая. Этим бусинам лет 12. Ну, это была нитка. Они, конечно, все ушли. Но две бусинки я вот оставила. И, может быть, в Питере у меня вот, может быть, ещё есть такие бусинки. Несколько штучек. Вот эти серьги сколько раз я их переделывала. А переделывать-то их как тут их переделываешь? Только вот единственное вот так вот. По-другому их никак не сделаешь. Не будешь же ты их делать вот так вот. Упс. Ну, как? Нет, да? Так что тут один вариант. И вот в результате сделаю, похожу, похожу. Потом почему-то разберу. Не знаю, почему. Уже и фурнитура-то эта потемнела. Так уж сколько можно, сколько лет-то. Ну, вот сейчас опять сделаю. Лето пришло. Надо носить. Вот камень, да? Вроде бы обыкновенный. Он бывает серый. Бывает вот такой зеленоватый. бывает черный практически. И отлив у него так, телефон садится. Вот. Отлив у него бывает желтоватый, бывает какой-то стальной, бывает вот мне больше всего нравится вот этот синий. Вот. тот камень не всем подходит. Не всем. Он подходит творческим людям. Тут как энергии все равно заряжает. Я его обожаю. А было даже такое, что мне вернули. Делала я украшения, женщина у меня купила. и через месяц пишет мне, говорит, Любовь Николаевна, что делать? Я не могу. Он мне так нравится, я не могу в нем ходить. У меня начинает болеть голова. Что-то как-то я это. Я говорю, да может вы наслушались просто, что я говорила, что он не всем подходит. Она говорит, ну не могу. Но она мне его вернула, я его, ей деньги вернула. Вот. И переделала его. Потому что так продавать в таком виде, не-не. Мало того, я его святой водичкой кропила, над свечкой горящей церковной подержала. Я вот так вот делаю. Я об этом не говорю, но я когда покупаю на уделке, на каком-то блошином рынке, в комиссионке, я обязательно все это мою, потом споласкиваю в святой воде, а иногда даже и над свечкой держу, над церковной. Ну так проведу туда-сюда. Это я вам свои хитрости открываю. Ну а кому умеем еще? Пришла Инна. Вот уже смотрите, какая змея. Теперь, говорит, буду колотить. Отбивать змею. Я буду делать фактуру чешуи, а задний план я простучу фигурными штампиками, и он отъедет. А потом еще следующий этап гравировки. отъедет. Отъедет. Ну покажет, покажет. Ну и сейчас уже вот в общем-то она такая объемная. Вот надо же, я главное подумала, думаю, так, Инна придет кофе пить и поболтать? Или нет? И она тут же звонит. Вот. Посидели опять, поболтали, разошлись, ну теперь можно дела делать. Ух ты! Ух ты! А мы дома сидим. Ну что, мне пока вроде нечего делать на улице. Хотела я еще сделать одну штуку из цемента. Наверное, надо сейчас заняться пока. Погода такая. Ой, хорошо, хорошо. В доме холодней. Правда, вот холодней в доме, чем на улице. На улице прям красота. А дома я вон в этой флиске я ее и не снимаю. Бабочки летают. Ладно, сейчас решим. Надо поручни докрашивать, но сейчас нажарения я не буду. Выхожу из магазина страдалица моя идет за мной встречает. Муся, тебе скучно одной. Да. Виталик приучил тебя к общению. Да, и тебе вот надо общаться. Да. Да. Пойдем, я тебе дам колбаски. Пойдем. Пойдем. А то я так захотелось колбаски, я купила кусочек. Немножко съела, да, остальное тебе отдам. Пойдем. Пойдем. Вот она все время вот такая. Вот. Ну, что это? Пойдем, ладно. Я так не люблю я таких вот животных, которые постоянно бя-на-на. Она не голодная. Вот постоянно вякает. Ну, где-то там идет сзади меня. Ну, что, мои дорогие, вот и вечер опять. Вон, она идет собачища большая. Погуляла. Погулял, да? Здравствуйте. ты мой хороший. Вот. Небушка чистенько. Ну, что, сегодня погода была. Не знаю, как у вас. Мрина звонила из Финляндии 25. В футболочке гуляет, ходит. Ну, у нас тоже самые теплые, тоже на градуснике было 25. Ну, и что? Результат. Сейчас ковырялась цементом. Комары кусаются, как звери. Ужас. Через носки ноги покусали, дорвались, объявились. Здравствуй, лето называется. хотела сделать мак из цемента. Я видела на Пинтересте, но там из керамики. Думаю, попробую из цемента. Не получается. Нет, формы не получается. Все равно, как блином все это сползает вниз. лис. Ну, что сделаешь? Не все получается. У меня же нет инструкции, чтобы было написано, как это делается. Посмотрела просто на форму. Думаю, ну, попробую. Но не вышло. Жалко. Я хотела прямо на железную арматуре, но думаю, его поставлю, раскрашу, будет большой такой мак. Ну, не цветок, я имею в виду, а коробочка сама. Большая. Ну, нет, не выходит. Ну, ладно, чего, развела пожиже, залила, где у меня асфальт разваливается старый. Залила туда. Че сделаешь-то? День сегодня, я бы сказала. Ну, у меня еще не закончился я еще сейчас. Мне серьги надо сделать. И Любаш сранче ответить. Она мне там что-то присылала. Надо ответить ей сейчас. Вот. Ну, что, мои дорогие? Полила все. Все, как приличная селянка. Я думаю, кто на огородах, то сейчас тоже работы хватает у вас. Сейчас просмотры упадут. Народ на даче, в дома, в деревню. Все, летом всегда просмотров мало. Ну, вы потом зимой посмотрите, ладно? Когда время будет. Сейчас Лариса звонила Артамонова, посмотрела видео Саша про Формулу-1. Ой, говорит, как здорово. Ну, конечно, такое событие раз в жизни может быть, если вы не живете в Монако, в Ницце, ну, или в Баку. Ладно, мои золотые, давайте пойду домой, поужинать надо, да заняться делом каким-нибудь. Включу сейчас в себе сериал. Я нашла сериал на Кинопоиске. Называется Вавилон Берлин. Он немецкий, детектив про ну, там 1929 год, когда вот это было депрессия в Европе, в Америке, когда все ну, в общем, плохо совсем люди жили. Вот. Но в то время расцветало самогоноварение. Тогда немцы начали снимать свои порнофильмы. Представляете, когда? Сто лет назад. Вот. Ну, и, естественно, были люди, которые с этим боролись. Вот. Ну, очень приличный прям сериальчик. Вот. Ну, я чего-нибудь делаю и больше слушаю. Так, оторвусь, гляну, чтобы хоть понимать, кто из них кто? Вот. Ну, давайте, зайки, солнышко садится. Не, надо посмотреть, как садиться-то будет. Оно все равно сейчас, закат солнца вручную, сейчас быстренько уйдет. Ладно, я вам еще понадоедаю пока. Пока солнце. я люблю очень закаты. Вот как-то вроде и грустно, что солнышко уходит, но головой-то понимаешь, что завтра оно будет опять. Я всегда говорю, нас не будет, а оно так и будет. Комары все искусали, чешуйся. Вроде вафлиски, да, вот. Руки поискусали, шею, лицо. Собаки. Собаки страшные. Так что вот. Ну, а так, в общем, новостей особых нет. Саша звонила. Вот. Они там, она смонтирует еще про выставку собак. Очень у них там все это удачно получилось. Они и собак пристроили. Но теперь им звонят все. Там же у Дани брали интервью на телевидении на Бакинской. Ну, телефоны написали. Им теперь все звонят вот. Там, у кого у соседей вот. Я уж не помню, я вам рассказывала, нет. В старом городе в Баку женщина, пожилая, не вполне нормальная, скажем так. 70 кошек. Представляете, что там творится? 70 животные больные, голодные, не кастрированные никакие, там черти что творится. А она вот с верой в Бога, или в Аллах, я не знаю, В Бога, наверное. Вряд ли азербайджанки будут дома 70 кошек держать. Вот теперь они добиваются, как пристроить животных, а ее надо либо в дом престарелых, либо в больницу, либо в психушку, там уж как врачи решат. Так что вот так вот. Ну все, солнышко, пока! До завтра! Надеюсь, увидимся. И с вами надеюсь, увидимся. Хорошего вам всем вечера, спокойной ночи. Не болейте и берегите себя. И всем мирного неба над головой. Давайте, мои дорогие, пока-пока! До завтра! Я вас обнимаю, целую! Субтитры